МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как описать Мазерати? Действительно, как в двух словах или хотя бы в трех выражениях сформулировать сутнику, квинтэссенцию бренда, история которого сложнее, чем у Мерседеса, Ауди и тем более Лады? Если вы зададите подобную задачку своим знакомым, то разве что самый эрудированный из них вспомнит, что Мазерати это вроде бы как Феррари, только в другом кузове. Такое сочетание относительно скромной формы с довольно яркой начинкой. На самом деле так оно и было с 97-го года и до недавнего времени. Но теперь в истории марки Мазерати наступает новая эпоха. И первым вестником ее стал этот автомобиль. Седан Мазерати Гибли, третьего по счету поколения, который не имеет ничего общего с двумя предыдущими. В разное время маркой Мазерати владели не только автомобильные концерны, но и частные лица. Именно эти выдающиеся личности выпускали в свет автомобили, названные в честь сухого ветра пустынь – Гибли. Первый Гибли был элегантным купе работы Джорджетто Джуджаро, а добро на производство дал Адольфо Орси. V-образная восьмерка позволяла одолевать первую сотню за умопомрачительной по тем временам 6,8 секунды. Продукт получился штучным. За 6 лет построили всего 1150 купе и 125 кабриолетов. Второй Гибли получил путевку в жизнь из рук Алехандро де Томазо. Дебютировавшая в 1992 году купе не отличалась интересной внешностью, зато унаследовала от модели Битурбо бешеные моторы, а в качестве бонуса получила электронно-управляемую подвеску. Кстати, именно в эпоху де Томазо началось сотрудничество Мазерати и Крайслера, продолжающиеся с некоторыми вариациями по сей день. В отличие от предшественников Гибли третьего поколения, продукт по-настоящему глобальный. История его начинается в Германии, где давным-давно придумали платформу для Мерседеса Е-класса с индексом 210. Она же стала основой для модели следующего поколения, ну и платформой LX концерна Крайслер, благодаря альянсу с Даймлером, получившему доступ к немецким технологиям. Теперь именно эта платформа положена в основу Гибли третьего поколения. Но дальше еще интереснее. Блоки цилиндров Крайслеровских моторов Пентастар отливают в Трентоне, это совсем рядом с Детройтом, в штате Мичиган. Оттуда их переправляют в Италию, в Маранелло, где мотористы Феррари собирают из американских блоков итальянский двигатель. Из Маранелло моторы отправляются в Груляск на завод компании Бертоне, где производится финальная сборка. Ну а контролируется процесс из Модены, где до сих пор располагается штаб-портира Мазерати. Результат всех этих трудов был впервые показан публике на другой стороне глобуса, вот здесь, в Шанхае. Из-за всей этой логистикой как-то в стороне осталась огромная и небезразличная нам страна. Именно поэтому личное знакомство с Мазерати Гибли третьего поколения мы решили начать здесь, в селе, с гордым названием «Высокая», которая, если разобраться, и есть самая настоящая российская голубинка. Справедливости ради стоит заметить, что итальянцы некогда немецкую платформу серьезно переработали. Но единственное, что досталось итальянскому седану от немцев с американцами без каких-либо серьезных изменений – это электросистема. И следы этого влияния видны невооруженным глазом. За рулем обнаруживается единственный подрулевой переключатель, который отвечает по мерседесовской моде за все. А на тыльной стороне самой баранки примастились клавиши управления аудиосистемой, которые без чтения инструкции или огромного жизненного опыта и найти-то невозможно. И тому, и другому очень мешают массивные подрулевые переключатели, отвечающие за переключение передач. И оправдывает их огромный размер и расположение только удивительная основательность, с которой они выполнены. Вообще, если есть однозначное свидетельство наступления новой эпохи в истории марки Мазерати, так это качество интерьера. Конечно, с одной стороны, мы здесь имеем обязательную для этого класса программу. Карбон, кожа, дорогой пластик, стальные элементы. Но во всем этом нет даже намека на былую расхлябанность, за которую так ругали автомобили Мазерати прошлых генераций. Ну, конечно, не обошлось и без некого своеобразия. Ну, например, вот эта крышка, слота для SD-карт явно не отсюда. Как и щель для компакт-дисков, потому что диск сюда внедрить может только пассажир, да и то после некой тренировки. Впрочем, несмотря на некоторые особенности, интерьер производит очень приятное впечатление. Гибли пытается угодить водителю, будто это и не седан вовсе, а какое-нибудь спортивное купе. Кстати, человек среднего роста за таким же среднерослым водителем помещается с большим трудом. В дверях есть карманы, но туда очень сложно уместить даже скромных размеров бутылку воды. И вообще, укороченная относительно модели квадропорта колесная база и неприкрытые крепежи изофикса довольно красноречиво говорят о том, зачем гибли нужно задние сиденья. Утешаться можно только тем, что позади второго ряда довольно вместительный багажник объема 500 литров. Вы знаете, мне немного жаль итальянцев и прочих европейцев, которые, может быть, и купят себе Мазерати Гибли, но никогда не узнают, в каких условиях этот автомобиль проявляет свои лучшие качества, потому что нет у них таких сел, таких деревень и, главное, таких дорог. Сложно поверить, что итальянский седан, водруженный на 19-дюймовые диски, может так плавно ехать по такой убитой дороге. Но мало того, что автомобиль старательно изолирует обитателей салона от вертикальных перегрузок, он еще и демонстрирует удивительную собранность. Фактически в салоне издавать звуки может только то, что в этот салон принесли извне. Сам он сохраняет поразительную тишину. Просто не верится, что это те самые люди, которые делали в Мазерати прошлых поколений. За разработку шасси Гибли отвечал Федерико Ландини, тот самый, который строил платформу Феррари Скальетти. Именно он дорабатывал мерседесовскую платформу и интегрировал в структуру шасси электронные амортизаторы Skyhook фирмы ZAX. Несмотря на дорожную всеядность Гибли, хотелось бы верить, что это не единственный талант этого автомобиля. Во-первых, там впереди все еще дремлют 410 лошадиных сил, заключенных в 2-образную шестерку с турбонадулом. Ну а во-вторых, итальянцы, создатели этого автомобиля, утверждают, что хорошая управляемость ни в коем случае не является помехой выдающейся плавности хода. Но чтобы проверить это, нам нужен хороший асфальт. Автодром «Смоленское кольцо». 3,3 км и 13 виражей, каждая из которых – грань сумеречного гения Герман Атильки. Но правда, сейчас асфальт под снегом, так что кольцевых гонок, к сожалению, не получится. Будет дрифт. Несмотря на то, что я нахожусь на гоночной трассе, для начала я не буду отключать систему стабилизации и переводить все системы автомобиля в спортивный режим. Хочется просто понять, насколько вот это комфортабельное шасси способно не просто ехать быстро, но и при этом не сильно утомлять владельца. Инженеры Мазерати утверждают, что человек больше воспримчив к кренам, чем к вертикальным перегрузкам. И правда, машина почти не кренится, несмотря на то, что подвеска в том самом комфортном режиме, который так понравился на разбитых дорогах российской провинции. Еще какой замечательный поворот. Передачу можно лепестками переключать в любой момент, но коробка при этом, в общем-то, остается в драйве. И как только ей покажется, что обороты достаточно высоки, ну, в данном случае, 5000, она тут же подоткнет следующую ступень. Даже позволяет немного пошалить. Расшалиться не дают система стабилизации и полный привод, который мягко перебрасывает часть крутящего момента на переднюю ось, плавно выводя седан из заноса. В остальное время машина остается практически заднеприводной. Ну что ж, теперь пришло время испытать режим посерьезней для взрослых мальчиков. Подвеску в спорт, трансмиссию в спорт, коробку в жесткий мануал, в этом режиме она уже не будет автоматически переключать передачи. Ну и, наконец, самая жуткая кнопка. Отключение системы курсовой устойчивости. Она умеет. Да, это очень здорово. В течение нескольких часов я безуспешно пытался найти хоть один изъян у Гибли. Но вместо этого обнаружил недостатки собственного вестибулярного аппарата. Нет, здесь нужен гонщик. Привет. 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 Олег Петриков, вице-чемпион России по автогонкам в классе Туринг, в настоящее время сосредоточен на организации всего российского чемпионата и обязанностях директора Смоленского кольца. Тем не менее, он нашел время, чтобы протестировать Гибли и начал, как положено, с критики. Мне не нравится руль, штурвал. Такой больше подходящий для какого-либо джипа, а не гоночной машины. Автомобиль всем будет понятен в управлении, так кто ездит на заднем приводе, особенно любители BMW и других заднеприводных автомобилей, и только ценители поймут, когда подключается передний привод, и якобы автомобиль становится полноприводным. Машина очень легкая и не чувствуется, что у нее такая большая масса. Она легка в управлении, и только оглядываясь назад, мы видим, что это очень большой автомобиль. Но по всем эмоциям и ощущениям, когда сидишь за рулем, это маленький компактный автомобиль, который великолепно управляется на гоночной трассе. Ну что ж, значит, итальянцам удалось то, во что мало кто верил. Создать достойную альтернативу немецким бизнес-седанам и купе на их базе. Гибли третьего поколения автомобиль, построенный с использованием немецких и американских технологий, и не похожий при этом на продукцию ни одной трубой марки. Ну что ж, признаем очевидное. Несмотря на очень спортивную родословную марки, этот автомобиль, Мазерати Гибли, все-таки машина гражданская. Это не спортивный снаряд, и это, пожалуй, хорошо. На нем без труда можно преодолеть тысячу-другую километров по самым омерзительным дорогам, совершенно не устать, ну а при случае еще и пустить пыль в глаза. Ну или снег в фарах. Субтитры сделал DimaTorzok